Я хочу сказать вот продолжение Виталия Ивановича, очень здорово он сказал, потому как человек, как человек настраивается и работает. Вот смотрите, он сказал, должна быть тут и тут, да? Только что. Я немножко не расслышал детали, что он говорил, но суть с этого вся начинается. Бизнес это начинается, жизнь это начинается. Вот тут, тут. А не выучить что-то, зазубрить, да? Не послушать кого-то, все изнутри, из себя идет. И вот я сегодня свое выступление построю таким образом, чтобы все шло только изнутри меня. Я по-другому просто не умею. Поэтому я буду говорить так, как оно есть. Хорошо? Договорились. Значит, как я пришел в этот бизнес? Я здесь уже вот лет говорила, что это бизнес истории, да? И великий Гудвин, господин Капусин, это мой спонсор, вот, он всегда учил говорить, рассказывать истории. И он сказал, Андрюша, научись рассказывать историю и успех с тобой. Вот. Поэтому я рассказываю свою историю, как я познакомился с этим замечательным человеком. До недавнего прошлого я был военным. Ну, военным я, так, скобочка, потому что мы сейчас в запасе все. Да, Андрюш? Мы теперь в запасе, в вечном запасе у них там. Вот. И прослужив 15 лет в армии, я, в принципе, не мог содержать свою семью. То есть мне недостаточно было денег для того, чтобы жить нормально. У меня не было квартиры, квартиры в военном городке. И таким образом я, в общем-то, существовал. По сути, был на пороге отчаяния. Мне было очень сложно. Я понимал, что годы уходят, что я еще пока и имею силы, имею возможности. Потому что потом мы никому не будем нужны на гражданке, да? Как вот мы военные считали. Вот. И поэтому я судорожно искал, куда пойти, чем заняться. Ну, вот. И было доведено до такого состояния, вот, что я готов был, я вам честно признаюсь, продавать женское белье. Я готов был к этому уже. Вот. И я хочу сказать еще, что я был очень страшный атеист в свое время и не верил в Бога вообще. Спасибо моей жене Лене, она меня привела к Богу. В 29 лет я крестился. Вот. А здесь я хочу сказать, вот, как все произошло. Когда, в общем-то, был этот, видно, пик уже достигнут, вот этого вот отчаяния. Я взмолился, говорю, господи, если есть на наследие, да помоги ты мне. Ну, дай жить, ну, хочу жить, детей надо поднимать, как то-сё. И через две недели я встречаюсь с Капустином. Представляете, как это происходит? Это прикол самый настоящий. Я еду на машине в Бомблю. То есть, ну, знаете, да? Такси, таксую. Вот. И смотрю, стоит потрясающе пара, элегантно одетые, такие ребята, голосуют. Ну, во, это курс, сейчас сорву. Потом Капустину я сказал это. Я говорю, слушай, я, ну, ты богатый, сейчас я с тебя сорву. А он говорит, эй. А я потом его зарегистрировал. Он мне потом рассказывает. А я его зарегистрировал, он мне отработает больше. Это его так. То есть, вот так мы пришли друг к другу. Вот. Потом, значит, тогда они сели в машину и поехали, он мне задал такой вопрос. А что ты помешешь, тебе что, денег не хватает? Я говорю, боже мой, кому хватает? Конечно, не хватает. Он говорит, нам хватает. Хочете, нам в общем денег зарабатывать? Я говорю, ну, блин, дается. Это что, вы сейчас возьмете, вот так первостричные будете учить денег зарабатывать? Он говорит, а нам за эту компанию платить, нам все равно кого учить. Лишь бы человек хотел научиться. Я говорю, я учить хочу. Он говорит, ну, давай куда-нибудь. Я там быстренько в уголок так остановился. Я говорю, ну, давай поподробнее что-то там, как-то. Вот. Он достает каталог компании Алифлейн. Покажет мне, говорит, сколько этот журнал стоит по-твоему? Я говорю, господи, я знаю, я это. Я далекий вообще от сетевого маркетинга, а косметики, наверное, еще дальше. Да, был такой мужчина. Ну, какая косметика? Нет, видите, я танкист. Солярку, мазут, вот это ближе, понимаете? И, естественно, когда я как бы размышлял, он прыгнул для ориентировки, говорю, вот там, 20 рублей, что-то там, что-то такое сказал. Он говорит, ну, вот смотри, эти 20 рублей я тебе дарю. И подарил мне этот каталог. Я думаю, что с ним делать? Ну, жене покажешь там, туда-сюда. А потом, значит, он сказал, ну, ты же деньги хочешь заработать? Я говорю, да. Вот. Смотри, как это делается, и начинает показывать фотографии с границей. А у него всегда такой чемоданчик, он всегда с ним, да? Ну, он лечит по жизни с этим чемоданчиком. Вот, и раз, открывает, вот смотри. Я по жизни мечтал ездить в другие страны, посмотреть мир. И, значит, чем больше он листал, тем больше у меня глаза открывает. Знаете, я смотрел, да, ну, ничего себе, как люди живут. Но когда он показал распечатку, сколько он зарабатывает, я сказал, так, где что подписать? То есть меня уже абсолютно ничего не волновало, потому что мне уже надо было конкретно все. То есть я уже хочу это, то, что он мне показал. Вот. Он говорит, все нормально, значит, договариваемся, завтра приезжаешь в компанию на Московскую, я тебя там встречаю, вопросов нет. Ну, когда я приехал туда и зашел в офис, вот, и я увидел, какое там количество народа, я сказал, ты что, упал, что ли, я здесь буду работать, так вот толпа. Ну, я вам еще не сказал, я в то время был директором охранного предприятия. Директором предприятия, который бомбил на тачке, зарабатывал семье деньги. Представляете? Хороший директор. Хорошее предприятие было. Но я не был хозяином этого предприятия, обращу внимание. Вот. И я говорю, ты что, у меня столько работы, я тут и буду целыми днями стоять. Я развернулся и побежал уже. Ну, по сути, думаю, пора текать, сейчас меня что-то куда-то втянут. Вот. Он меня поймал за руку и говорит, Андрюх, вот скажи так, если бы здесь не было денег, было бы здесь так много народу? Я говорю, понял. Я в рассудок показательно отстоял там 5-6 часов в очереди. И зарегистрировался. Понимаете, что происходит? Вот. Дальше пошло, конечно, проще. Он меня зарегистрировал, дал пару дней на размышления. Через пару дней мы в офисе встречаемся. Он говорит, так, ну что, делаешь заказ? Я говорю, какой заказ? Ну, у меня Лена посмотрела, что-то там из косметики там немножко. Вот. Я говорю, да ну как-то еще не готов, да ну не знаю. Он говорит, ты вообще сколько хочешь зарабатывать денег? 300 рублей или больше тысячи? Я говорю, какой вопрос. Я с деньгами пришел. Я пришел не за косметикой, я пришел конкретно за деньгами, мне нужны деньги. Он говорит, я говорю, нет, я за деньгами, больше тысячи, конечно. Тогда могу продавать косметику. Я говорю, ты что, я в жизни никогда не прав. Офицер, голубая кровь, там, как это, что это, как я буду косметику продавать? Он говорит, ерунда все это. Короче, тебе надо что сделать? Взять много продукции. Ну, например, баллов на 200. Я говорю, я откуда знаю, какую продукцию брать, что там с этим, как там все это делать. Вот он говорит, ничего, я тебе помогу. Он мне помог на 200 баллов, сделал заказ. Я с этой авоськой. Он мне потом, когда уже это сделал заказ, все, он мне потом рассказал про 10 мочалок. Говорит, нам историю все знают. В Питере это точно, а вот тут. Нет, ну это его история, пусть он ей сам рассказывает. Нет, нет, это вы к нему, пожалуйста, все вопросы. Моя своя история тоже хорошая. Поэтому, когда я пришел с этой авоськой, с этой коробочкой домой, вот, я говорю, Лена, сейчас бизнесом займемся. Ты куча косметики, ты. Вот, и что делать? Конечно, я же мужчина, я все понял. У меня жена, она все продаст. Все, все, генерально просто. Вот, и когда я эту продукцию принес, я сказал, говорю, Лена, вот смотри, классно, сейчас закрутим, такой маркетинг, мне тут наговорили. Вот, но еще для пущей возраста, я вам добавлю, капустин уехал в Питер. Спонсоры сяк, и нету. Вот, а я продукцию набрал в кредит. А теперь же кредит надо погасать. И вот таким образом я говорю, Лена, вот, давай, подавай. Она говорит, ты что, упал, я куда там? Ну, она пошла там на работу, пару там, что-то продуктов продала каких-то. И все остальное осталось. Надо же что-то делать, теперь кредит как надо гасить, потому что компания что-то надо выкручиваться. Я говорю, я беру эту продукцию и поехал куда? В массы. К людям просто. Не знаю, к кому, куда. И знаете, у меня очень интересна такая ситуация, да, вот, в голове. Я до сих пор помню эти мысли, куда пойти продать? Вот, куда пойти продать? Куда пойти продать? В магазин. Там же продают все. И я, блин, с этими авоськами в магазин туда пошагал. Вот. Но, знаете, там у меня была такая интересная ситуация. Это, значит, у нас там на перекрестке, где в Пышму, вот, выезжали здесь с Екатеринбурга. Пост ГАИ стоял, да? И вот напротив там универмаг магазина, вот такой вот, несколько этажей. Вот это первое там я продал. Вот я вам расскажу, как все происходило. Уникальная ситуация. Я подъехал на машине с этими двумя авоськами, не разбираясь абсолютно в косметике. Вот, но с одержимым желанием, что я все-таки все это продам абсолютно. Вот, я, значит, вышел из машины, подошел к двери, говорит, так, сейчас продам. Нет, я не готов. Я косметики ничего не знаю. Вот, развернулся и пошел обратно в машине. Ну, так, вокруг дома этого я два круга нарезал. Вот, но поскольку я очень ленивый человек, вот, вот, а я понял, что придется второй раз ехать, продукт все равно надевать надо куда-то, да? И я так сказал себе, пять минут позора и вперед. И я с этими авоськами, ну, ура, знаешь, как на танке, так, ура, и туда. Да, забежал в магазин, вот. На мою радость, так скажем, за прилавками стояли только продавщицы. То есть никого, клиентов, посетителей не было. Вот. Я к ним подбежал, говорю, девчонки, хотите начинать косметику Арифлэйн? Говорит, а что у вас есть? Я говорю, боже мой, не знаю. Короче, вот вы же женщины, вы же разбираетесь-то. Вот вы, типа, глядите, что там есть-то. Вот. А они говорят, конечно, ну, да, давайте мы посмотрим. Я думал, они меня сейчас на три буквы поштут, а они на урду, давайте посмотрим. О, ради бога, пожалуйста. Вот. А вы, можно к вам в пакетике? Говорит, можно, валяйте. Они туда в эти пакетики залезли, все там, дры, там, все это разложили, все. Вот. Знаете, так было интересно, сортировка была. Это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Они отсорцировали себе кучку. Он говорит, вот это мы берем. Вот, по каталогу посчитали там денежки, вот вам денежки. И остальное время я уже там сложил в пакетик. Они говорят, приходите к нам еще. Я вышел и думал, фу-бизнес. Я вот на них еще не понял, но он уже деньги заработал. Знаете, вот уникальная ситуация. Вот. Потом мне это очень понравилось, и я, в общем-то, очень много-много стал находить клиентов, 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 что-то все больше, больше, больше. А великий Годвин с Питера звонит и говорит, что там делаешь? Я говорю, бизнес строим. Говорит, не так надо строить. Хватит продавать, ты давай, короче, людей приглашай больше в бизнес. Вот. И это началась вторая эпопея, как я начал уже людей там приглашать, да? Вот. Но, значит, эта присказка была очень важна. Да? Сейчас я еще хлебну тогда в Одесской, ладно? Я вот начинаю шлипаться. Снимай. Вот когда я пить буду, вы хлопаете, ладно? Будь нормально. Значит, смотрите. О чем мы сегодня говорим? О чем я сегодня говорим? Успех через позитивное мышление. Что со мной происходило? Что меня побуждало? Я отбросил все сомнения, я просто шел. Я был уверен в успехе. Через что это пришло ко мне? Через веру спонсора. Спонсор мне так вселил веру, что это все нормально, что это все просто, что нужно делать, 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 все получится. Я ничего не знал, я ничего не умел, я никогда не занимался ни продажами, ни сетевым маркетингом. Но насколько я был одержим верой спонсора, спонсора в меня, что я этого достигну, что никаких сомнений просто не было. Это к тому, что здесь сидят лидеры, и вы должны вселить веру в людей, чтобы они побежали, стали делать, так как я, Савойский. Будет классно. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы у нас было несколько вер. Там я вам написал, у всех у вас там, где эти бумажечки есть, там кое-что это есть. Но первое, все-таки должно быть что? Вера в себя. Второе, вера в компанию Орфлей. И третье, вера в индустрию МЛМ. Кто может веру в себя вселить, как не спонсор? Человек, который знает. Мне очень повезло, потому что мой спонсор профессионал. Поэтому мне было гораздо проще, хотя он и был далеко. Вот кто-то говорит, ой, у вас там 100 километров это далеко, кто-то тысячи километров, у меня несколько тысяч километров спонсора. И ничего нормального. Помимо того, что он мой спонсор, он уже теперь мой друг, и он теперь еще мой крестный. Вернее, не мой крестный, а крестный моего сына. То есть мы теперь умовея еще. Представляете, что натворил Орфлей? Поэтому смотрите, вера в себя, это очень важно. Нужно просто поверить. А сложного в этом ничего нет. Сложного ничего нет. Если делают вот здесь люди, почему не могут делать люди там, которые ходят? У них голова, четыре ноги, две руки. Они там нормально все получили. Он так же ходит, так же о чем-то мечтает, о чем-то думает. Но им никто даже не помог, чтобы они чуть-чуть вот здесь и вот здесь сориентировались и пошли в нужном направлении для них. Они все время делают, как бы чего не вышло. Как бы со стороны обо мне что-то плохо не сказали. Правда ведь? И это угнетает людей, развивая в них систему отрицательных психологических установок. Мы об этом сейчас с вами поговорим. Вот это очень важно. Это нужно исключить. Исключить доступ негатива к себе. Просто исключить его. И будет все окей. Следующий момент. У нас, смотрите, как здорово. У нас есть еще, есть еще потрясающая компания. Для того, чтобы правильно построить свой бизнес, нужно обязательно сначала выбрать правильную компанию. Правда? То есть нужно посмотреть, насколько эта компания надежная. Какие у нее возможности. Какие возможности у вас в этой компании. Сравнить эти компании и все. Для меня выбор один. Орифлейм только спасет нас в этой жизни. Моя крылатая фраза. Поэтому я хочу сказать, когда видно, что компания много лет на рынке. Когда видно, что компания открыла массу сервисных центров по всей стране. Когда компания пережила такой кризис 98-го года. Когда компания постоянно развивает и расширяет свою продукцию. Что еще надо? Когда компания меняет план маркетинга, улучшая все время в нашу сторону. Что еще надо? Желание и действовать. 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 Так ведь? Продолжаем. А вера в индустрию МВМ. Это знаете что? Это очень все просто. Это когда есть человек, который может пригласить других. А те могут пригласить еще кого-то. А те могут пригласить еще кого-то. И так далее. И так далее. То есть здесь как раз идет разговор о том, что могут прийти другие люди. Если этот человек будет верить, что есть люди, которые хотят прийти так же, как он. Он не будет сомневаться. Он будет просто этих людей искать. Правда? И тогда не страшны ему будут отказы. Потому что все равно человек, которому скажут, допустим, сегодня нет. Он скажет, ну все, значит никто не хочет. У кого такой был? Два-три человека обошел. Да? Говорят, нет, нет, ой, нет, слушай, этот бизнес не работает. Это уже нет. Я уже столько людей опросил. Я уже со столькими поговорил. Все, не работает. Нет. Дело в том, что есть... Я в свое время занимался немножко маркетингом. Я всегда привожу уравнение. Оно мне очень здорово помогает. Оно выглядит вот так. 10 минус 8. 2. Это формула, которая работает в любом маркетинге. Вот мы работаем в сетевом маркетинге. Есть еще классический маркетинг, да? Что это означает? Это означает, 10 человек вам вы предложили, 8 человек отказалось и только 2 согласилось. Это нормальная статистика во всем мире. Так везде живут все. Поэтому если хотите, чтобы у вас 20 человек было в первом поколении, значит что вы должны сделать? 100 человек найти, правильно? И все. 100 человек обойдите, 20 у вас будет в первом поколении. Это может каждый человек сделать? 100 человек. Не рассчитывать так. Сейчас я составлю список. Именно только тех, на кого я рассчитываю. Вот эти будут. А эти не будут. Этих не будут в список включать. Так? Всех включать. В обязательном порядке. Будут они. Не будут они. Вот я вам хочу сказать так. Когда я составил список из 35 человек, сначала, в самом начале, из этих 35 человек никто не пришел в этот бизнес. Потому что я сам отсортировал. Я лишил кого-то возможности. Я отсортировал. Я этому возможности не буду говорить. А вот этому буду говорить. Так нельзя. Пусть человек сам принимает решение. Надо ему или не надо. Ваша задача довести эту информацию к человеку. Правильно? Вы пришли, показали. Хочешь? Пожалуйста. Не хочешь? Как хочешь. До свидания. Следующий. И следующий. Раз. Раз. И так далее. Правильно? Очень хорошо. Теперь по хлопам я водичку плюю. Что я хочу сказать вам дальше. Дело в том, что в одной интересной книжечке, я, если честно сказать, уже забыл, как она называется, но я прочитал очень интересную вещь. Вот поднимите руки, кто верит в Бога. Ну или там во Всевышнем, у кого там не важно. И посмотрите теперь друг на друга. Не, поднимите, посмотрите друг на друга. Посмотрите все, посмотрите. Опустите. Спасибо большое. Все верят, видите? Все верят. Так вот я вам сейчас расскажу в этой книжечке, я прочитал эту вещь. Она мне очень сильно помогает как раз в вопросах позитивного мышления и отрицательного психологического мышления. Вот помните, там написано где-то на бумажке, там ППУ и ОПУ. Вот я вам сейчас как раз про это расскажу, как это все выглядит. Когда человек рождается, а если немножко, где все взрослые, да, все взрослые, вы знаете, что вообще внутри каждый человек уже лидер, вы знаете, да? Он уже победитель. Знаете почему? Почему? Вот смотрите, чтобы попасть в яйцеклетку, сколько сперматозоидов атакует ее и побеждает? А этот один кто? Вот так. Каждый из нас. Это уже победил. Мы уже победили, мы уже появились на свет. Понимаете? Так вот, теперь идем дальше. Значит, так, вы тут расскажите, как это все делать. Будем рискать. Что происходит с нами дальше? После того, когда мы уже живем, мы видим. Бог вселяет в нас душу. Да? Он просто нам дает смысл жизни какой-то в нас, вот все вселяет. И Он нам говорит, ребята, вы можете выбирать. Это ваше право. Или жизнь прожить. Или жизнь просуществовать. Это ваше право. И как вы захотите, так и будет. Но если вы жизнь просуществуете, в следующей жизни я вас поставлю опять на то же место, и начнется все сначала у вас. Если вы в жизни чего-то достигнете, то следующая ваша жизнь начнется оттуда, где вы остановились. И пойдет дальше по нарастающей, дальше по нарастающей. Понимаете, о чем я говорю? Очень хорошо. Вот. Поэтому Господь нам дал такой выбор. Помимо этого, помимо этого, Он сказал, ну, чтобы как-то определить, что вы действительно хотите и стремитесь к тому, чтобы чего-то достичь, я перед вами буду ставить препятствия жизненные, преграды. Вот все трудности, которые вокруг нас происходят, это Господь нам делает препятствия, испытания, и смотрит, преодолеем мы это или не преодолеем? Если не преодолеем, слабак, да, и по-новой. И вот как это происходит? Вы просто, я специально вам об этом говорю, это очень важно, чтобы вы так вот немножко в голове уложили. Что происходит? Вот. Он перед каждым человеком ставит типа врата такие, знаете, вот, закрытые. Вот. И вот вы идете, пока вроде хорошо идете, 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 потом раз куда-то уперлись, да? Очень много людей начинает что делать? Искать, да? Ну, это нормальное явление, это налево, направо, вверх, вниз. Они где-нибудь подойдут. Все, сплошная стена, никак не преодолеть. Тогда что человек делает? Говорит, а, сюда не пойду, например, да? И поворачивается и уходит куда-то, в другую сторону. Опять уходит, доходит до какого-то стаина, там другая стена, он опять там, блинс, блинс. И так человек мечется по жизни, не преодолевает ничего, и в итоге прогорает его жизнь. Теперь делаем все по-другому. Смотрите, как делают люди, которые хотят жить, да? Стена, пожалуйста. Бэмс, не получается. Что нужно делать? Разбежаться. Бэмс, не получается. Что нужно делать? Разбежаться. Бэмс. И пить до конца. И вот когда у вас в голове, у самого в голове, появится, я не сдамся, я добьюсь, Господь вас услышит. У вас же все равно связь с ним есть, правильно? Он вас услышит, и откуда ни возьмись, начнет все получаться. Случайно появится тот человек, который из двух, там, да, 10 минус 2, тот, кто зарегистрируется. Откуда ни возьмись, у вас появится лидер. Откуда ни возьмись, это будет вам помогать, потому что Господь увидел, что вы не сдадитесь, вы не бросите свою цель, вы все равно пойдете до конца, и он вам будет помогать. Вот. Вот это очень классная вещь. Мне это очень здорово помогало. И помогало. Конечно, согласен. Мы все здесь супер покажем. А теперь продолжаем разговор. Значит, еще для того, чтобы постоянно мыслить в позитивном настрое, держать себя, вернее, в позитивном настрое, я вам сейчас скажу тоже такую небольшую, очень интересную, как бы, установочку для себя. Я сам, как бы, ее взял на вооружение, мне это очень здорово понравилось. Вот. Она очень здорово помогает в жизни. Вот смотрите, у каждого человека в голове есть талисман. Этот талисман стоит вот так ребром. Все визуализируем себя и представляем себе, да, как происходит. Вот так вот, ребром. И с одной стороны написано положительная психологическая установка, а с другой написано отрицательная психологическая установка. И в зависимости от того, что вокруг нас происходит, обратите внимание, мы сами этот талисман поворачиваем в ту или иную сторону. Мы сами надумываем себе проблемы. Мы сами вдумываем что-то. Вот. Поэтому наша главная задача, как только вы получили какую-то вокруг себя там, ну, ситуацию там, или, ну, или там, я не знаю что, автоматически думайте о том, что нужно из этого выгоду найти. Позитив переключить в себя. Все время ищите позитив. Из любой ситуации, я вас уверяю, есть выход в позитив. Из любой. Рассказываю простой пример. Проходило у нас, как-то там, мероприятие в Екатеринбурге в Доме кино. Презентация там, или что-то такое было, я уже не помню. Вот. Я приехал туда на своей машине. У меня еще была пятерка, знаете, зеленого цвета. Капустин сказал, ты ее не продавай, поставь на постамент. Это будет наш памятник. Вот. Встречи. Ну и вот. Я, значит, приехал на ней, когда мы после презентации возвращались, машина была вскрыта, с машины украли магнитолу, еще там много каких-то вещей там украли, да? Вот. Что можно было сделать? Вот позитив и негатив, да? Пожалуйста. Можно было негатив. Елки полки. Машину вскрыли, магнитолу украли, там, антирадар у меня украли, нож украли, там, провода порезали, инфаркт упал рядом с машиной. Правильно? Можно было так? Все. Учеб получился. Ситуация уже свершилась. Надо думать, как в позитиве все это повернуть. Смотрите, как я повернул. Хорошо, что машину не угнали. Давно хотел магнитолу поменять, не менял, потому что это была. Сейчас куплю другое. У меня в той магнитоле западала кнопочка, вот теперь можно попробовать ее включить. Все, до свидания, поехал. Понимаете? Все, позитив, нашел выход и поехал. Вот так ищите выход. Ищите выход в позитиве. Ищите. Это очень важно. Теперь я хотел бы еще рассказать про три категории неудачников. Вообще существует три категории неудачников. Первая категория это люди, которые вообще не допускают никакой информации. Да? То есть вы только начинаете рот открывать, и говорят, так все, мне еще не надо, до свидания, слава КПСС и слинял сразу. Да? Вот. Например, есть вторая категория людей, в принципе, которые допускают информацию, да? То есть они слушают, они все время учатся, знаете, вечные школьники, они вечные ходят и учатся, там, учатся, но ничего не делают при этом. Ничего абсолютно. Вот. То есть это вторая категория неудачников. И третья категория неудачников это люди, которые знают, делали и когда-то остановились. Вот. Остановились. Остановились не в успехе, не в квалификации, я для вас говорю, а остановились в вопросе, перестали делать. Они перестали делать элементарные вещи. Да? А что мы делаем? Что мы делаем? Мы делаем всего четыре вещи. Первое. Мы пользуемся косметикой Арифлейн. Второе. Мы предлагаем эту косметику другим. Третье. Мы обучаем пардон. Мы приглашаем людей и четвертое мы обучаем как делать первое, второе, третье и четвертое. В свое время мне Капустин сказал такие вещи. Он говорит, Андрюш, это как в школе. Четыре темы выучил и всю жизнь рассказывает только разным людям. И ты будешь успешным. Вопрос в том, что ты должен делать. Действовать. Действовать. И еще раз действовать. Очень много мы рассуждаем. Очень много мы думаем. Очень много мы что-то где-то слушаем. Очень много мы читаем. Но мы не делаем простых вещей. Взять каталог, пойти и предложить кому-то. Взять, допустим, телефончик, позвонить другу, пойти попить с ним чашечку кофе, можно не только кофе. И потом так там можно договориться. И так далее, и так далее, и так далее. Вопрос действия. Действия. Поэтому действовать, действовать и еще раз действовать. Следующий момент. Что у нас там еще? Я там где-то писал, мне там напомните, пожалуйста. 17 принципов успеха. Я специально не хочу все там это рассказывать, потому что там очень все понятно, мне кажется. За исключением последнего пункта, там вот про космические привычки немножко, чтобы вы не подумали, что у меня крыша того, и я с космосом вообще дружу очень сильно, прилетел откуда-то. Дело в том, что здесь идет разговор о том, что существуют законы определенные. это физика там и все прочее, да? Вот смотрите, что мы делаем? Что мы сделали? А почему мы бросили? Он упал. А почему он упал? Закон притяжения. Но он бы не работал, этот закон, если бы мы не совершили действия, не отпустили этот карандаш, он бы не упал. Что такое ППУ? Понимаете, ППУ положительная психологическая установка. То есть это как раз вот тот настрой, про что я и говорил. Но в принципе, я думаю того, что сегодня я вам рассказал, это будет вполне достаточно, чтобы порассуждать над собой на досуге, вот, чтобы не заикнуться, не запнуть. Понятно? Да, я очень хочу, очень хочу, чтобы вы все, вы все меня услышали. Это очень важно, очень важно и для вас, и для меня. Спасибо.